Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг недельной главы Хукат. Наша недельная глава говорит о смертности, о смерти. Вообще, вот отношение иудаизма к смерти, это и тема нашего сегодняшнего урока. Вот в чем дело, Бог вечен, а мы эфемерны. И когда мы говорим молитву на Рашашина, что мы говорим? Мы фрагмент керамики, травинка, цветок, что увянет? Тень, облако, дуновение, ветра. Да, это мы, мы пыль и к пыли вернем, это написано. Господь же вечен. И вот это вот несоответствие того, что вот эта пыль хочет понять великого Бога и возникает, потому что так мир устроен. С одной стороны, смотрите, Маше ударил по камню в этой недельной главе. О чем это? Это история о грехе и наказании за то, что у тебя не было достаточно веры, и ты не приведешь людей в эту землю. И Хукат говорит о смерти, о потерях, об утратах. Мирьям умирает, Арон и Маше узнают, что не войдут в землю обетованную. Потом, что Арон оплакивает 30 дней. Это была лучшая команда. Великий Маше, Арон первый первосвященник, великая Мирьям. Что говорят мудрецы? Мудрецы говорят, глава говорит нам, что у каждого из нас есть свой ордан, который мы не перейдем, есть цель, которую мы не возьмем, есть высота, которую мы не достигнем. Да, так устроен мир. Вот так вот оно есть, да? И написано, поэтому не тебе завершать задание. Задача человека двигаться, а как там завершить, это наверху решают. Даже самые великие, даже самые незаменимые, смертные заменимые. Вот почему начинается этот все данный отрывок с ритуала красной коровы, чей прах, смешанный с пеплом и кедрового дерева, алой шерстью, там, растворяют в живой воде, а воду опрыскивают над тем, кто имел контакт с мертвым, чтобы они могли войти в храм. Это очень сложная, непонятная, но очень интересная процедура. Итак, один из самых основных и фундаментальных принципов иудаизма. Смерть оскверняет, и после этого для нужна была красная корова. Для большинства религий есть отношение смерти там разное, от абсолютного приятия там или даже возведения на престол. И там греки считали, что там живут наши предки и так далее. Но жизнь после воскрешения, после смерти и воскрешения мертвых является фундаментальными, неопровержимыми принципами еврейской веры. Однако Атанах об этом не сильно много пишет. Он больше пишет о поисках Бога в этой жизни, на этой планете, вопреки нашей смертности. Написано мудрецы, что Бога следует найти в этой жизни, на этой планете. Найти ее со всеми трудностями нашей жизни, с утратами, скорбью. Может, мы действительно такая пыль, о которой пишем, но это часть бесконечного потока. Часть вот этой вот живой воды, красной коровы, которая символизирует это. Мирьям умирает, нашей недельной главы. Маша теряет контроль, и им обоим напоминает, что они смертные. Ему он и Аарон. И умрут до того, как войдут в землю. Но! Но! Это путь жизни. Так приходят люди, и уходят люди. Человек приходит, и человек уходит. Это путь жизни, не путь смерти. Мы воплощение души. Мы души. Мы стареем, теряем тех, кого любим. Внешне мы сохраняем контроль внутри. Часто плачем. Жизнь, тем не менее, продолжается. А дальше приходят вот следующие, следующие. Те, кого мы любили, продолжают жить внутри нас. Как будто мы будем жить теперь в те, кто любят нас и так далее. Надо понимать это. Любовь имеет ту же силу, что и смерть написано. И добро, которое мы вершим, никогда не умирает. Вообще, физическая смерть, описанная в иудаизме, это исчезновение жизненности. Поскольку холодность в человеке ведет к духовному омертвению. Поэтому одна из главных задач, это вот будить себя, бороться с холодностью. Вера в оживление мертвых объясняет абсолютно все. Нужно понять, что смерть это не просто что-то такое, что пересекает состояние, которое вот есть жизнь и вот раз и смерть. Смерть, то есть появление, которое мы называем смертью. Это преграда на пути духовного света. Она заслоняет, не дает увидеть продолжение. Из-за нее создается впечатление, что у каждого что-то обрывается. Тайна жизни заключается в том, написали мудрецы, что каждое существо и каждая вещь в этом мире существует вечно и нигде не заканчивается и полностью не исчезает. Нет ничего напрасного. В этом мире есть только жизнь написана, и нет в нем смерти. Всевышний не создавал смерть. Он сотворил только жизнь. Любое существо, любая вещь никогда не перестает существовать. Знаете, вот к любовическому Рэбе пришла одна девочка на хидут и там их отжаловалась на маму, которая не дает ей денег. А Рэбе только ушла мать, и он сказал из глубокой обруси, знаешь, я потерял только что мать. Представляешь, сколько денег я бы отдал за то, чтобы увидеть ее только один раз. А ты же позволяешь деньгам возводить преграду между тобой и матерью. Поэтому написано в иудаизме, жизнь и смерть приходят из одной и той же любящей руки. И обе находятся на службе единого, уникального, живого и дающего жизнь Бога. И смерть ведет лишь из одной жизни в другую. От существования здесь и существования там. Вот так вот говорит об этом иудаизм. Брахав и Ацлахав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова